Владимир Владимирович, мы жители города Игарки Красноярского края Туруханского района обращаемся к вам с просьбой направить наш город в независимую комиссию так как деньги выделяемые на наш город уходят в неизвестном направлении наши руководители жируют, а люди у нас нищие, живут в очень ужасных условиях ну и начнем наверное с медицины медицина в нашем городе оставляет желать лучшего мы летаем в роддом и вообще не только в роддом, а чтобы установить свой точный даже диагноз потому что так как у нас не хватает врачей ну что, Любовь Анатольевна, продолжите так, ну я могу продолжить, что только мне вот интересно, почему от Красноярской до Игарки во время полета около трех часов на самолете типа АТР цена билета 11 800 уже 13, да? на летнее время 13 от Красноярска до Москвы время полета почти пять часов на более комфортабельном самолете Ил-86 а цена билета, вот посмотрели мы, 5 200 8 700 намного меньше и почему так они справедливость вот это вот интересуют и мне пенсионерке с пенсии 12 600 приходится на свои деньги ездить в отпуск, в кредит и не только в отпуск, ездить в эту же стоматологию, к этим же врачам кстати о пенсиях как их начисляют, каким образом, особенно на севере здесь на севере я родилась, прожила, работала, значит, большую часть в культуре причем в сельской местности а начислили мне в 11 году 6 500 это чуть-чуть больше, чем вообще не работающим пенсионером и вот сейчас я получаю 12 600 как прожить на эти деньги на севере это меньше, почти в два раза потребительской корзины я хочу сказать насчет переселения здравствуйте, Владимир Владимирович у нас переселение в городе Игарки практически вообще не работает нас соединили вместе с Турханским районом получается, что мы никак не можем выехать с Игарки родились и выросли здесь и никаких даже движений, очереди нету, ничего обратите, пожалуйста, на это тоже внимание чтобы хоть жителей Крайнего Севера вывезли с Крайнего Севера находимся рядом, наш город находится рядом с территорией Роснефт Роснефт на город выделяет очень большие денежные средства согласно денежно-емким программам администрации складывается впечатление, что в городе у нас все в порядке, все хорошо и вот начинаем, вот мы стоим у этого объекта детская спортивная площадка «Форт» которая находится уже в 2017 году только ее сдали в эксплуатацию но она уже находится в аварийном состоянии всю зиму она завалена снегом а на эту детскую площадку затрачено 12,5 миллионов 3 миллиона из которых сгорело то есть закупили первоначально на 3 миллиона оборудования из 12 миллионов оно сгорело, потому что его решили администрации, чиновники сложить в какой-то склад все это уничтожено было пожаром и на остаточную сумму 8 миллионов вот построили эту хоккейную коробку на сегодняшний день ни зимой, ни весной дети не катаются она на сегодняшний день бассейном стала вся завалена снегом администрация не заинтересована, чтобы дети наши катались и играли также хочется отметить то, что Роснефть не контролирует свои денежные средства и сколько можно говорить о таких социальных объектах это памятник, мемориал славы это соматическое отделение, недостроенное затрачены также огромные средства еще хочется сказать, что в городе Игарки в 2017 году наконец-то было завершено строительство водопровода Хисон на сегодняшний день нас травят грязной водой из федерального бюджета выделено практически 800 миллионов рублей и до сегодняшнего дня этот объект не введен в эксплуатацию вода грязная, в городе ходит ротовирусная инфекция никто анализа не делает Роспотребнадзор Красноярского края не работает хотя неоднократно обращались, письма были отправлены с подписями жителей города как в законодательное собрание, так и в Роспотребнадзор, прокуратуру города, прокуратуру края мер до сих пор никто никаких не принимает зато квартплата у нас идет 100% коммунальные услуги экспертизы на воду до сих пор не сделали в 2015 году была сделана экспертиза Роспотребнадзором из нас плата за воду не взималась с 1 октября 2017 года неизвестно по каким причинам плата за воду стала взиматься до сегодняшнего дня вода грязная, людей травят ну и не знаем что делать, куда обращаться куда ушли деньги федеральные краевого бюджета 800 миллионов на население 4 тысячи человек хотя можно было решить проблему выселить людей, если город нерентабельный никому не нужен, предложить переселение и на эту сумму можно было всех людей переселить в южные районы территории а здесь делают партнер? скажите им какая-то варплата варплата идет от 10 тысяч и выше до 15 тысяч сутсиню не дают, потому что за капремонт не заплатили а капремонт сюда приедут? вообще дороги у нас в городе Игарка вот мы сейчас в данный момент стоим возле спортивного объекта и если посмотреть вообще вокруг что происходит то дороги у нас не чистятся все завалено, невозможно нигде пройти то есть люди ходят по коленам в воде это происходит уже на протяжении всего весеннего периода хотя у нас еще до сих пор и весна не наступила глава района периодически прилетает в Игарку и проводит встречу с жителями города прием по личным вопросам не проходят ни сходки, никакие вопросы не решаются но уже несколько лет дети в школе замерзают и никому нет дела, что в школе очень холодно ребятишки получают некачественное образование потому что они идут в школу не учиться а потому что у них в школе мозги замерзают поэтому им не хочется идти в эту школу и никому никакого дела нет все думают только как бы набить себе карман заплюнули на город и дела никому нет и пускай пожалуйста обратят внимание насчет квартплаты у нас такая высокая квартплата у меня однокомнатная квартира в месяц у меня начисляется вот за апрель месяц у меня почти 8 тысяч пришла квартплата как это начисляется квартплата двухкомнатная 12 тысяч трехкомнатная 15 тысяч они просто себе напросто деньги в карманы ложат воруют их а нас обгирает полностью извините людей медицины модернизации медицины в городе вообще отсутствует беременные женщины вынуждены летать в Красноярск да не только беременные не дай бог аппендицит или что-то не поставили диагноз вызываются санрейсы людей перевозят либо вообще должны купить билет за свой счет и полететь эти деньги никто не оплачивает или ждем по году по полгода когда же нам район все-таки возвратит эти деньги все подают продукты в магазинах просроченные никто не контролирует и этот процесс потому что у нас в городе нет Роспотребнадзора а Туруханск хоть у нас как присоединили к этому к Туруханску к селу Туруханск поэтому стал этот бардак они только заинтересованы неизвестно в чем в своих личных целях набить себе карманы а мы жители города здесь умирают у нас вода плохая у всех почки отказывают на первом месте по раковым заболеваниям куда нам деваться мы не знаем ну не знаю помогите нам как-то пожалуйста ну ладно все